Этой весной первый городской вывернет кризис наизнанку и узнает, кому выгодно продавать в магазинах просроченную еду. Героями репортажей станут известные бизнесмены и беспризорные простые рабочие и бродяги. У людей всегда есть потребность знать что-то глубже и есть темы, которые перекликаются с судьбами людей, с цепью событий и так далее. Именно для того, чтобы вскрыть такие темы, для того, чтобы показать людям какую-то более глубокую, более осознанную информацию и был придуман этот проект. Мы спрашивали у людей, в том числе, какие темы вас больше интересуют. Таким образом мы провели некую фокус-группу, в результате которой мы решили начать именно с этих восьми тем. Хватит молчать! Пиар-компания проекта «Уберите камеру» была под стать этому проекту, то есть она носила в первую очередь скандальный характер. Мы хорошо пошумели за месяц до начала проекта, выехали автобусы, их было четыре. По самым основным маршрутам, практически на всю сторону автобуса был наш плакат «Уберите камеру». Друзья, мне до сих пор скидывают фотографии, где я на плакате, где я на автобусе. Я, честно, сама всего два раза себя видела. Этих людей невозможно узнать в толпе, они не признают свою болезнь. Однако есть те, кто не хочет жить по законам общества, они отвергают их в поисках свободы. Куски стекла, гаечные болты, гвозди, иголки и даже ртуть. Я добрый человек, открытый, эмоциональный, душа компании. Пришлось поучиться быть серьезной. Действительно, образ, образы были очень четкие границы. Это был взгляд, это была речь. Первые два выпуска, правда, на это уходило много времени. Не люблю яркий макияж, но я люблю красные губы. И когда я узнала о том, что, в общем-то, мой макияж будет создать из красных губов, я обрадовалась. Потому что я очень хотела, я очень хотела стать лицом этого проекта. И я считаю, что это мой маленький успех. Первая серия в спецрепортаже, и это мой личный первый спецрепортаж. Когда там Лена копала эту могилу, условно говоря, для еды, мы с лопатой идем втроем, копаем эту землю. Очень тяжело копается. Лена копать не может, потому что она испачкается. Ей надо быть красивой. Я копаю, значит, оператор выстраивает картинку. И тут к нам бегут люди, видимо, чья земля. Начинают спрашивать, что мы тут делаем. Устраиваем какое-то кладбище домашних животных. Мы ему объясняем, что мы закапываем еду. Что он как бы не понимает, у него случается такой шок. На самом деле, я хочу сказать, что мы еду не закопали. Все нормально. Когда мы там на третий день монтажа в ночи, все, значит, серое, все плохо, кризис, ужасные цены. И тут среди этого всего появляются просто прекрасные кадры с утками, которые бегут. Люди на лошадях, лучезарная хозяйка этой фермы, которая говорит, да у меня все прекрасно. У меня вот здесь вот это хозяйство, я его держу, деньги за него получаю. Вообще бизнес прет. Вот это, конечно, нас очень повеселило. И это одна из моих любимых частей спецрепортажа. Я прям ее жду каждый раз, когда пересматриваю. Все вспоминают времена цыганского табора. Что именно тогда у нас было засилие наркотиков, что у нас тогда была куча наркоманов. Но на самом деле наркоманы есть и сейчас. Просто места уже другие. Это реальный факт. И она посмотрела на меня, сделала пару вдохов и умерла. Я сидела тогда, слушала, и у меня прям мурашки по коже, и я сама заплакала. Я видела, как у оператора слезы в глазах. Было очень морально тяжело это снимать, так как люди пережили очень сильные эмоции. И хоть это было и давно, но по их рассказам все это передавалось. То есть доходило чуть ли не до слез у съемочной группы, но приходилось сдерживаться, не показывать никакого виду и быть за кадром, нажимать только на кнопку и следить за картинкой его. Я не стандартный психолог. Я еще и экстрасенс, и парапсихолог и так далее. Помню, как искала целительницу. И за сколько, думаете, я ее нашла? За минуту. Это было смешно. Вот он приехал, он никогда не употреблял наркотики. А она вот с порогу сразу заявила, что вот он наркоман, что действительно у него есть проблемы, что его нужно лечить. Причем она-то его как бы вылечила вроде за один раз, но нужно-то приходить еще и еще, потому что это все просто так не лечится. Историй с эвакуаторами было очень много, нам даже не приходилось их искать. Обратите внимание, как бы, да, действия какие происходят. Мы приехали вот на одну из съемок, брали интервью у правозащитника, и прямо на нашей спиной стали эвакуировать автомобиль. Он, соответственно, как человек юридически подкованный, попросил показать все документы. Документов, естественно, у них не оказалось. В этой истории самое парадоксальное то, что ответственности за это никто не несет. Мы провели журналистское расследование, и выяснилось, что ни администрации, ни люди, которые этот закон законотворцы создавали, ни люди, которые эти эвакуаторы убирают с улиц города, ответственности не несут ни за что. Кто следит за тем, как этот закон исполняется? Кто следит за условиями, в которые люди находятся? То есть вывод у меня был такой – никто. Журналисты будут снимать, а люди просто, чиновники, просто разводить руками. Давайте настраивайтесь. На самом деле монтаж был самым трудным. Уже на самом деле обработка материала, чтобы зритель увидел именно ту картинку, это было, наверное, самым сложным. А так, опять же, я к этому относился просто как к приключению, поэтому для меня это было легко, несмотря на то, что ситуации были разные. Но как-то вот я с таким энтузиазмом относился ко всему, ко всему процессу съемок, поэтому мне было довольно легко. Молодой человек в старой куртке с капюшоном и табличке с надписью «Хочу есть» – это я. Родителям я сказал, мне сразу сказали, ты что, не лезь туда, получишь заразу какую-то, это все, они тебя убьют. И, в общем, были такие разговоры прям, я сказал, тихо, тихо, все будет хорошо, я вернусь целый, здоровый и невредимый. Ну, Бог подаст, и вам будет счастье. Они помощи не хотят, не требуют, нужна ли им. То есть, это действительно уже должно исходить от человека, который сам эту помощь предлагает. Если он хочет предложить, почему бы нет? Вот, другое дело, что они просто ее не ждут. Пирожочки с капусточкой. 20 рублей горячие. Внутри самого спецрепортажа мы провели целых два эксперимента. Мы там вывели корреспондента торговать пирожками, чтобы проверить, ну, как вообще люди, да, покупают, спокойно ли, проверяют что-то, не проверяют, или вообще все равно, что есть, условно говоря. И второе, мы своего второго корреспондента, любимого и дорогого Пашу Ярковича, посадили на такую жесткую фастфуд-диету. Он, правда, у нас две недели кушал все жирное, жареное, такое вот, то, что врачи не рекомендуют есть. Это, наверное, один из самых сложных моих спецрепортажей в этой серии. Понятное дело, что тема щекотливая, и никто не стоял в очереди, чтобы в ней сняться. Это было достаточно сложно. Я получила огромное количество отказов, поэтому мне там пришлось через социальные группы как-то писать, выходить. Мы не хотим, чтобы нас ненавидели, мы не хотим оказаться за стеной недопонимания, мы уж тем более не пропагандируем это. Вторая волна сложности – это то, что непонятно абсолютно, как это воспримут люди. На острове Гомосеков рождаются гомосеки, а вот идите и живите. Шаг вправо, шаг влево, и ты как бы либо уйдешь и встанешь на их сторону, начнешь это пропагандировать, либо ты вроде как бы и их оскорбишь. Потому что первый раз за все время я считала лайки. То есть я считала лайки, просмотры. Мое каждое утро начиналось с того, что я заходила и смотрела, кто что написал, сколько людей-то посмотрело. Мне правда был важен каждый комментарий. Понятное дело, что большинство из них были негативными, абсолютно. Для меня внутри я все-таки преследовала цель того, что мне очень хотелось, чтобы люди как-то еще раз вспомнили про эту проблему, еще раз на нее посмотрели, отпустили и поняли, что эти люди никому не мешают, все нормально, мы все живем рядом, ну то есть все хорошо. Такая небольшая капелька толерантности в крови каждого Калининградца. Я очень боялась, что у меня вообще не будет героев, потому что тема такая скользкая, какая-то даже бандитская, криминальная, и не все, конечно, хотят об этом говорить. Многое, конечно, осталось за кадром, мы ведь не можем там упоминать лица, говорить, кто это на самом деле делает, хотя они все это напрямую говорили, называли четко человека. Это люди, ну люди такого пошиба, которые вот считают себя государственными людьми в рабочее время, а после рабочего времени они все в понятиях. Почему мы не называли вот имена все эти, которые нам говорили? Потому что, ну мы не можем обвинить человека, потому что это еще не докажено, никаких угроз не было, ничего не было, все хорошо, и с героями тоже все хорошо. Они вот продолжают историю с мужчиной, который нанял сыщиков, которые вот ищут виновников, и вот на днях уже буквально станет известно. Вот правда это, неправда. Это у нас немецкий группы высокой полировки, это американские саркофаги, как в фильмах президентов хоронят. Никто этого никогда не обсуждает, никто не думает об этом, даже если у тебя пожилой родственник, очень редко, пока не происходит тот самый роковой звонок, и агент, который знает первее, чем СМИ, а это чаще всего бывает, не говорит, здравствуйте, у вас тут тетя умерла, не хотите похоронить, у нас всего лишь 50 тысяч. В каждом случае приходит человек с большими деньгами или с маленькими деньгами, он сам делает выбор. Это бизнес, это бизнес, который приносит много денег. Единственный бизнес со спецификой смерти, конечно, там есть свои подводные камни. И туальщики говорили, давай ты немножечко напишешь не очень хорошо про того-то, а меня немножечко сделаешь более попушистей. Но только ты после этого не ставь потом своими фамилию под титрами, потому что, ну, мам, машину сожгут, там, дом найдут твой, еще что-нибудь. Я часто спрашивала многих представителей вот этого бизнеса и начальника производства по гробам, и людей, которые непосредственно делают гробы и венки, и землекопов, которые раскапывают могилы, и спрашивают, ну, как вы вообще, как вы сюда пришли? Вам самим-то, черт побери, не страшно? Вот то, что каждый день к вам приходят плачущие люди, у которых горе. И ответы были на самом деле разные. Самое главное, что я уловила, что никто не боится этого. И все говорят, кто-то же должен делать эту работу. Проект мы продолжать действительно будем. Темы различные. У нас очень много звонков поступает от зрителей. То есть проект вызвал некие эмоции. У нас поступает много звонков. Мы будем брать и темы наших телезрителей, и темы, которые мы уже обсудили. Может быть, они будут немножко скандальные, в общем-то, как и весь проект. Это, возможно, и темы, связанные с проституцией. Темы, которые связаны с жизнью города, актуальные. Конечно, не за горами чемпионат мира. Естественно, эти темы мы тоже будем затрагивать. Историй в Калининграде на самом деле очень много. Тут можно снимать проект «Уберите камеру» постоянно, и делать его сезонно, и даже чаще, чем мы выпускали. Продолжение следует...